«Самарский детский хор «Свирель» открывает 28-й международный конкурс молодых музыкантов имени Кабалевского. Коллективу всего год. Выступает он вне конкурсной программы, но для 10-летних артистов это незабываемое событие, рассказывает их руководитель Ирина Руц. Мы с ребятами и с родителями ходим в филармонию часто, именно на симфонические утренники, посещаем, очень любим это заведение. Но мы были всегда как слушатели, а в этот раз мы открыли для себя мир закулисный, вот этого творчества. И, конечно, мы просто переполнены эмоциями, настолько вот позитив, счастье, глаза горят, мы еще сами мало что поняли. Конкурс Дмитрия Кабалевского по традиции определяет лучших в нескольких номинациях – фортепиано, скрипка, виолончель, академическое сольное пение, композиция, музыковедение. Молодым артистам от 10 до 25 лет. Для каждого из них этот конкурс – дорога на большую сцену. Некоторые артисты не первый раз пытаются выиграть в этом конкурсе. Это конкурс высокого уровня. В целом к любому конкурсу, конечно, сложно готовиться, потому что на любом конкурсе нужно показать уровень. Большая честь всегда принимать в нем участие, и это новая почва для соревнований, новая почва, чтобы показать себя. В этом году конкурсу исполнилось 60 лет. Юбилей посвятили выдающимся русским композиторам. Показать свое мастерство приехали молодые дарования не только из России, но и из Великобритании, Колумбии, Японии, Китая и Белоруссии. Конкурс имеет большой престиж и очень почетно присутствовать на этом конкурсе молодым талантливым ребятам, потому что у нас очень ответственное, очень профессиональное жюри. Оценивают молодых начинающих артистов именитые композиторы и преподаватели. В этом году в жюри есть представители из музыкального училища имени Гнесинах. Очень польщен, обрадован и буду надеяться услышать очень много интересных выступлений, слушать и быть максимально внимательным и объективным к тому, что происходит. А как член жюри всегда ждешь каких-то новых впечатлений. Когда ты слышишь вроде бы произведение, которое знаешь уже очень много лет, но слышишь его абсолютно по-новому, и это каждый раз, конечно, зажигает и как-то заражает по-новому. Я понял, насколько уникален этот конкурс. Таких конкурсов не в России больше, не на постсоветском пространстве нет. Конкурс Кабалевского – это такой, скажем, детский эквивалент конкурса Чайковского, где и вокалисты, и пианисты, и композиторы, что на конкурсе Чайковского нет. В конкурсе Кабалевского выступает 14 самарских молодых музыкантов. Послушать их приходят не только профессионалы, но и сверстники конкурсантов из музыкальных школ и училищ города. Всегда атмосфера в городе с проведением тех или иных фестивалей, она очень здорово меняется. А ведь это прежде всего рассчитано на наше будущее, на наших воспитанников и музыкальные школы, и училища, и высших учебных заведений, потому что здесь представлены совершенно разные возрастные группы и разные номинации. И, безусловно, каждый из победителей впоследствии – это будущие участники, либо оркестра, либо солисты, либо исполнители. То есть у каждого есть возможности для того, чтобы показать и продемонстрировать свой талант в будущем. Конкурс Кабалевского – это не только выбор достойных победителей в разных номинациях. В рамках музыкального форума проходят научно-практические конференции и концерты. Гала-концерт состоится во вторник, 29 ноября, на сцене филармонии. Светлана Кудрявцева, Сергей Кизоркин, Константин Головин. События.